Желаю мира и приятного просмотра, с вами я Скоборовский И сегодня наступил второй день, как я живу на овощах и фруктах То бишь это сыроедение Чувствую я себя в данный момент нормально, хотя вчера вечером у меня болела голова Я думаю, что это из-за того, что все-таки я мало пил воды Так что сегодня это исправим Слава богу, водичка у меня есть На колонке набирается бесплатная хорошая вода Сейчас я планирую приготовить себе салатик с овощей Я тут уже достал их Вот так это все выглядит Половинка авокадо после вчера у меня осталась Супкини И вот эти все овощи из домашнего огорода Это морковка, огурец и помидоры Так что берем инструмент и начинаем работать Помидорки надо нарезать так, чтобы особо сок с них не выбегал Это еще зависит от того, какой у вас нож Если он тупой, то скорее всего ты будешь давить и весь сок будет вытекать Достаем вот этот корешок, убираем, он нам не надо И нарезаем на небольшие кусочки Вот таким вот образом Еще есть один хороший способ, это когда берете помидоры и вот так вот нарезаете И затем перекидываем эту красоту вот сюда вот в тарелку И затем нарезаем остальные овощи, это огурчики Вот таким вот образом Еще я вспомнил, что у меня есть зелень Я ее достал с холодильника Сейчас мы ее тоже нарежем и добавим наверх Берем этот пучок и вот так вот нарезаем Нарезаем, не наверх, а так вот посыпаем Осталось натереть морковку, так что берем терку и погнали натирать Вот столько получилось морковки, добавляем ее вот сюда вот Я так подумал, что цукини вместе с авокадо добавлять не буду, вот этого будет достаточно Теперь вот это все надо перемешать и наверх малеха добавит лимонной кислоты Все, кто сейчас кушает, приятного вам аппетита Решил сэкономить, думаю авокадо пусть будет на потом Вчера как попробовал, он мне безумно понравился У меня данный салатик почти весь из своего огорода, кроме петрушки Тем самым я может быть похудею, потому что я почитал в интернете Кто сидит на сыроедении, они все худые, нет толстых сыроедов А если есть, то они потом худеют Вот такой вот получился у меня сегодня завтрак Так что закидываем сюда тарелку И включимся тогда, когда будет следующий перекус или же обед Настало время обеда, в общем выбрались на улицу Сейчас хочу выбрать дыньку, какую-то нормальную Правда не знаю, что тут продается, сейчас посмотрим Вот такая вот, и по 12 есть И такая же, вот эта должна работать? Она поярче будет, да? 38 38? Взяли вот такую вот дыньку, сейчас найдем какое-то место И будем трапезничать Так что, ребят, включимся уже, когда где-то усядемся Нашли себе такое место, вот здесь возле водички Сейчас будем резать дыньку Берем нашу финку Разрезаем Вот она, красота! Последний раз только кушал салатик Сейчас оценим Можно кушать? Она не совсем сладкая Походу товар, который дороже, не всегда самый лучший Но слава богу, что она не переспелая Лучше лет наслаждаться дынькой За часик мы схавали вот эту дыню Я вам скажу, что она не особо прикольная Лучше бы мы купили арбуз Или же надо было выбирать какие-то специальные сорта Потому что эта дыня, она не вкусная Не, она вкусная, но она не сладкая Как бы кушать можно, но я бы не сказал, что это было вау Сегодня очень много ходили По разным секонд-хендам хотел найти каких-то вещей подешевле Устал реально, сейчас прилягу, отдохну Часик полежу, полтора Съем бананчик и затем Потом отправлюсь в магазин, чтобы приготовить себе ужин Пока какой я не придумал Но уже на месте сориентируемся Сегодня, кстати, я меньше съел овощей и фруктов, чем вчера Хотя еще не вечер, так что посмотрим Сколько до вечера я уработаю продуктов Просыпаюсь, смотрю на часах А уже поздно, поэтому в магазин не пойду Буду готовить с того, что есть дома Я так прикинул своей головой и решил приготовить фруктовый салат Для этого мне понадобится ананас Вот у меня осталась половинка Достаем его Бананчик И одногронный виноград А также, соответственно, возьму несколько яблок И сейчас буду это все нарезать Хочу вам сказать, тех, кто разбирается в сыроедении Напишите, пожалуйста, что можно кушать Может какие-то есть прикольные рецепты Потому что на овощах и фруктах можно с ума сойти Так что, если у вас есть годные идеи Пишите их ниже в комментариях Я буду все пересчитывать И давайте приступать к приготовлению Берем ножиком и нарезаем яблоко Вот так Вот эти коченочки, чтобы не выбрасывать Я их обрезу И все спокойно душой, я их выброшу Дальше нужно сползнуть виноград Сейчас по-быстрому И будем нарывать вот сюда вот тарелку И туда же будем добавлять ананасик Так что отрезаем небольшой кусочек И вырезаем вот это все изнутри Затем вот эти кусочки нарезаем На вот такие вот небольшие кубики Осталось мне сюда добавить бананч И в принципе можно кушать Ммм, очень круто Буду забирать свою еду И пойду буду читать в интернете по поводу сыроедения Буду как-то разнообразить свой рацион питания Пока я себя чувствую хорошо Вообще никаких проблем Мне один из подписчиков написал Гречку замочи водички на ночь И потом сможешь приготовить себе кашу Берем гречку Пересыпаем в любую тарелку И набираем сюда воды Пусть себе замачивается до утра А завтра посмотрим В каком она будет состоянии И вообще будет ли это съедобно Так что увидим уже завтра Всем привет Сегодня наступил третий день моего выживания И давайте я вам покажу Что там получилось с моей гречки Вчера вечером я ее поставил Вот здесь вот настаивается Смотрите Гречка впитала всю в себя водичку И она стала очень мягкой Сейчас наберем воды И промоем несколько раз Промыл ее два раза Вот так она выглядит Теперь берем комбайн И сюда вот все перекидываем Затем накрываем крышкой И взбиваем гречку И в итоге получается у нас Вот такая вот кашка Малашка И наверх добавлю немного зелени У меня не так много осталось Так что порежем вот такой вот пучок Вот таким вот образом А вот эти остатки Закинем в холодильник Они нам еще пригодятся Теперь это все Вот сюда вот перекидываем в тарелку Я так прикинул и понял Что нужно взять еще несколько помидоров Так будет вкуснее С домашнего огорода Помоем вот здесь И разрежем на вот такие вот половинки Только вот эти части нужно вырезать Кто-то мне писал Что я там гречку не буду хавать Ребят, я нашел ситуацию Ее можно кушать сырой Если взбить в блендере Вот так вот перемешиваем С зеленью И давайте заценим Я никогда в жизни не ел Ранее гречку холодную Очень странный вкус Чувствуется, что гречка Но она холодная Буду вот эту прелесть Так сказать Заедать помидорами Съел я пол тарелки И я вам скажу Что это не самое вкусное Что я ел Может быть я еще не совсем Проникся И не постиг дзена Нужно настроиться И получать удовольствие Но у меня так не получается Помидор весь доедать не буду Чтобы как-то кашу доесть У меня эта каша уже назад идет Не могу доесть Беру в рот А у меня рефлекс Хочет назад выйти Если вы мясоед Никогда не занимаетесь Вот этой глупостью Сыроедением Мегатерианство еще можно Потому что Там ты реально можешь заменить мясо На бобы И тому подобное Плюс оно все Можно варить Готовить И кушать А здесь же Ты кушаешь все сырое Это какой-то кошмар Вот эти остатки Я уже не буду доедать Я просто-напросто не могу Поэтому Пробрасываем Сейчас пойду в интернете Буду перечитывать Надо найти Какой-то нормальный рецепт Для сыроедов Хочу приготовить Что-нибудь себе вкусное В обед Потому что Вот эта каша Мне вообще не понравилась Никому не рекомендую Гречку кушать сырую Так как завтрак у меня Был ни о чем Поэтому я решил Компенсировать обедом Поэтому я хочу Приготовить роллы Да, не удивляйтесь У сыроедов Тоже есть свой Рецепт приготовления роллов Сейчас я зашел В супермаркет Стильпо Буду делать закупочку Для такого чудо-рецепта Как роллы И пошлите выбирать продукты Только рис Я использовать не буду Мне понадобятся Да, основы Семечки подсолнуха Они здесь стоят 4,99 за 100 грамм Давайте посмотрим Сколько здесь получится 302 грамма Вот, носи на Соняшника Семечки подсолнуха Получается 15 гривен 7 копеек Еще я хочу захватить Какой-то салат Наверное, я возьму Все-таки айсберг 7 гривен 80 копеек за 100 грамм Давайте сейчас Весим салат айсберг Получается 258 грамм И эта головка Нам обойдется На 20 гривен 12 копеек В принципе, на этом все Я взял все, что мне понадобится Больше я ничего здесь купить По сути, не могу С вами овощей Так что идем на кассу Будем рассчитываться И посмотрим Как у нас получится Этот товар Сумма моей закупки Составила 35 гривен 19 копеек Листья нори Я не покупал Потому что у меня дома Есть аж две пачки Там по несколько Этих листочков Так что Сейчас будем отправляться домой И там уже будем приступать К приготовлению Так что, ребят Не переключайтесь Пошел уже домой Давайте заценим Вот эти семечки Нереально сырые Сейчас мне надо будет Их замочить Так что Берем любую посуду Набираем сюда воды И закидываем семечки Перекину я сюда Примерно половину Пусть здесь стоит Настаивается И примерно через часа Два-три Будем крутить роллы Прошло примерно Два часа Я тут почистил себя Авокадо Оно немножко Подпортилось Вот так оно выглядит И немного Нарезал помидоров Авокадо на вкус Нормальный Он не испортился Так что вот так Вот сейчас выглядят Наши семечки Сейчас мне надо Слить водичку Затем подключаем Комбайн И можно это все взбивать Перекидываем сюда Вот в тарелку Теперь берем коврик На него выкладываем Листочек нори Добавляем сюда водичку Затем выкладываем семена Вот так вот хорошенько Выкладываем начинку Пододвигаем Вот сюда вот Придерживая Вот так вот Заворачиваем В итоге получается У нас вот такой вот ролл Для того чтобы куда-то Макать наши роллы Берем баночку Набираем обычной воды Вот сколько будет достаточно И затем берем лимон И выдавливаем сюда сок Теперь давайте заценим Вот эту красоту Вот такой вот ролл Макаем Сюда вот водичку С лимончиком Что-то совсем другое Не такие как обычные роллы Я бы не сказал Что это очень круто Но это необычно Но намного лучше Гречки Которые утром хавал Я вам сказал Что этот рецепт Меня особо не впечатляет Потому что я этих роллов Много съесть не могу Если обычные То я могу их съесть в килограмм А тут каких-то 200 грамм Я не могу их съесть Если есть кто-то Из моих подписчиков Кто занимается сыроедением Тогда напишите Нормальных рецептов мне Потому что Я так далеко не уеду Больше я их есть не буду По крайней мере сейчас Я наелся Они очень сытные Эти семечки Я не особо впечатлен Такими роллами Если кто их ел Напишите в комментариях Как вам Мне не особо нравится Обычно намного круче Вышел в магазин Потому что у меня Заканчиваются овощи И фрукты И хочу вам сказать Что я все эти три дня Очень слаб И я каждый день Ложусь в обед спать Я понимаю, что моему организму не хватает энергии Поэтому меня рубит на сон Покируем мусор И заходим в супермаркет Сейчас будем выбирать продукты Продаются здесь вот такие вот кокосы По 21 гривне 99 копеек Вот этот самый большой Захватим Пришел взять Вот такой вот перчик украинский По 26,99 И несколько киви Они по 60 гривен Также я еще хочу взять Какой-то кабунчик Но они тут мега огромные Посмотрите Вот посмотрите на этот кабун Вот это Я их просто-напросто не донесу Сейчас посмотрим Есть ли тут какие-то маленькие Возьму вот такой вот Надо его еще взвесить И захвачу несколько бананов Они здесь по 27,99 Возьмем какую-то небольшую веточку Более спелую Сейчас буду идти на кассу рассчитываться Я не знаю, как этот арбузик дотащу Главное, чтобы мой портфель не порвался И посмотрим, сколько же это все повышится Арбуз мне взвесил на 3196 А бананчики на 1924 Затарился я фруктами Сумма моей закупки составила 106 гривен 43 копейки Сейчас буду отправляться домой И там что-то попытаюсь приготовить С того, что купил Пришел я уже домой И теперь хочу открыть кокос Возьму топорик и буду рубить Наконец-то он треснул Теперь вот эту часть можно спокойно вырезать Смотрите, меня походу развели Здесь нету сока За 6 заплатил 20 гривен Не капли Вот так вот я почистил орех Теперь эту кожуру можно выкинуть И вот это сверху обрезать И будем нарезать салатик Помыл абрикоски И ножком будем их нарезать Туда же добавим 2 киви Только перед этим надо их почистить Надо еще доесть ананас Хотя он мне совсем не нравится Где он тут стоит После него потом десны и зубы болят Так что с ананасами надо быть аккуратней Я уже весь порежу Осталось наверх натереть кокос Так что берем терку, кокос и погнали натерать Натер я пол кокоса То будет достаточно Добавляем вот сюда вот Салатик готовый Вот так он выглядит Но этого мало Я хочу себе сделать фреш Так что вырезаем немного арбуза Закидываем вот сюда вот И взбиваем Пару секунд И фреш наш готов Вот такой вот получается натуральный напиток Переливаем его в кружку Как раз получилась одна порция Получается такой жиденький арбузик Его даже жевать не надо Я малеха расстроенный Потому что я хотел кокосовым соком Заправить себе салат Ну так получилось Что там нету его Можно сюда было еще бананчиков Я думаю Вот этого мне будет достаточно Сейчас я буду доедать Вот эту красоту И пойду монтировать вам Этот видеоролик И все последующие приемы пищи Я буду выкладывать в инстаграм Так что подписывайтесь Чтобы не пропустить ничего И полностью погрузиться В этот эксперимент Ставьте лайки Комментируйте этот видеоролик Возможно именно в ваш комментарий Попадет следующий выпуск Не забывайте про колокольчик Подписочку И до новых встреч друзья Всем пока